Сегодня мы открываем юбилейный год Куприна. Он будет широко отмечаться по всей стране. А в Пензии на Ровчате, на родине писателя, многочисленные мероприятия, посвященные знаменательной дате, пройдут под лозунгом «Читайте Куприна! Смотрите Куприна! Любите Куприна!» Наравчатский край – земля талантливых, щедрых людей, настоящих подвижников, которых объединяет любовь к своей малой родине, бережное отношение к истории родного края. Слово заместителю председателя Наравчатского землячества Юрию Александровичу Толстоухову. По-моему, Наравчат, Куприн и Наравчатское землячество взаимосвязаны с собой настолько тесно и дополняют друг друга. Буквально с первых дней создания Наравчатского землячества, а мы в этом году отмечаем 20-летие, с первых дней мы тесно работаем и с музеем Куприна. Мы оказываем помощь, участвуем в мероприятиях, выставках. И особенно хотел сказать заметно, я присутствовал и на первом Купринском чтении, пришлось работать там. И вот и последнее. Я скажу, это такое мероприятие, такой широкий народный размах приезжает тут со многих регионов и радует с такими мероприятиями. Я думаю, это очень замечательно, это самая такая хорошая оценка, любовь нашему Александру Ивановичу Куприна. Значит, при Наравчатском землячестве создана творческая группа. Мы не раз проезжаем в школы, и где обязательно рассказываем о своем замечательном писателе. Учащийся очень с интересом. Многие знают, так сказать, и книги, и отрывки, значит, то есть любят Куприна в полном смысле. Мне как-то посчастливилось побывать на могиле Александра Ивановича Куприна. Да, Волково кладбище, есть там уголок, литераторские мостки, где похоронены творческие люди, известные люди, Менделеев, Блок, Тургенев, Гончаров и другие. Место такое оригинальное, напоминает нашу среднюю полосу. Деревья, березки, клены, вязы, ну, и из черного гранита, надроги и Александра Ивановича, супруга и Ксения. Мне пришлось побывать и строчки наделись. Потушен свет на алтаре и чувства буйные остыли. Прощались тихо во дворе и в путь последний проводили. Приют заветный уготован, из речания учли, он роскошью не избалован, ромашки белые несли. Теперь приют, покой семейный, под кроны липы ликовой. Лишь ветерок бархнет весенний, качнет свечу за упокой. Останки в северной столице под сводом серых облаков привез я горсточку землицы от благодарных земляков. Приют историю хранит и нравчат, где он родился. Куприн в России не забыт, и мы наследием гордимся. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.